Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую моих зрителей на канале Дзен. Приветствую моих зрителей на канале Ютуб. Сегодня на распаковке посылка из магазина F-магазин. Такая маленькая компактная коробочка с надписью Митчелл. Соответственно внутри катушка. Катушка называется Турбоспин. С одной стороны характеристики прописаны в дюймовых величинах. Переворачиваем и получаем более-менее привычные нам. Опять повторяюсь, модель Турбоспин. Шпуля с емкостью 80 метров лески 0,23. Причем она там уже и намотана. Два подшипника, ну какое-то прям простенькое что-то здесь. Передаточное число 3,4 к 1. Совсем небольшая передатка. Но достаточно вроде неплохую длину наматывает. 36 сантиметров. Есть гораздо более быстрые катушки, да? И вес 226. Ну что-то лайтовое. Ну и по размерам явно оно большим быть не может. Так. Дальше. С одной стороны куча языков, с другой стороны куча языков. И возвращаемся к вот этой стороне. И там написано закрытая безнарционная катушка. Опа. Интересно, да? Обычные безнарционные катушки открытые всем привычные. Закрытые катушки многие даже не видели никогда. И здесь не совсем обычная закрытая безнарционная катушка. Вот закрытая безнарционная катушка. Предназначена для установки на удилище с седловидной рукояткой. И оснащенной крюком-триггером для удобства заброса. То есть хватаете практически как пистолетную рукоятку в идеале. Так. Дальше. Ну да. Закрытая. Колпак есть. Отверстие для вывода лески. И заброс осуществляется нажатием клавиши. То есть клавишу вы зажали. Забросили, отпустили. Ручку провернули. Намотка пошла. Там из устройства намотки, ну скажем, ротора, выскакивают пиньоны, штырьки такие, которые подхватывают леску. Ну и соответственно происходит намотка. С одной стороны достаточно простые вещи. С другой стороны в чем-то довольно хитрые вещи. Потому что освоить заброс такими катушками гораздо проще, чем открытыми безнерционными катушками. Бороды они не бросают. Раз. И вы не трогаете леску. Что очень неплохо в холодное время года. Возвращаемся к холодному времени года. Почему мне нужна эта катушка? И чем так необычно эта закрытая катушка? Из комплекта только пакетик. Инструкция куда-то делась. Может ее там и не было, я не помню, к сожалению. У меня их две. Меньшего размера называется микроспин, а это турбоспин. Все, больше тут ничего интересного нет. В коробочке убираем. А сама катушка, смотрите, видите, есть, да, разница? Это устанавливается сверху удилища, а это снизу. И такие катушки называются не просто закрытые катушки, а спинкаст. То есть спиннинг, заброс, спинкаст. То есть мы установить можем на любые удилища спиннингового типа или там какие-нибудь там поплавочные, доночные. Пожалуйста. Везде, где есть катушка-держатели, где катушка должна расположена быть снизу. И кольца даже могут быть меньшего диаметра, чем для открытой безнерационной катушки. Потому что отверстие вывода лески гораздо меньше, чем диаметр шпули у безнерационной катушки открытый. Соответственно, такого большого конуса лески нет. И леска не бьется практически. Заброс осуществляется следующим образом. Вы зажимаете вот этот рычаг-триггер, делаете заброс, поворачиваете ручку, выскакивают пиньоны. Я вам покажу, как они выглядят. Подхватывают леску и происходит намотка. Все. Борду не скидывают, леску не трогаем. Заброс элементарен и очень прост. Замечательно. Для начинающих, например. По поламерике начинают и ловят на закрытой катушке, дальше уже переходя на мультипликаторы и открытые безнерационные катушки. Но здесь не американская катушка, хотя на американском рынке такие катушки очень популярны. В Японии заодно. Diva, например, выпускает подобные катушки. Так, возвращаемся. Про холодное время года. Как-то я купил меньшую катушку, микроспин. Никак не мог найти применение. То есть для спиннинга она вроде совсем простенькая. То есть таких дальностей обеспечить она не может, как открытая безнерационная катушка. С совсем тонкими лесками. Вроде как тоже не очень удобно ей пользоваться. Куда же ее пристроить? Думал сначала на легкую донку использовать. Но тогда до этого и не дошло. А стал их использовать зимой. На зимних удочках, которые, какой-то, вариацию ледового мармышинга. То, что вот мы с вами ловим по открытой воде мармышингом, то есть забрасываясь спиннинговым удилищем и ловляясь безнерационной катушкой, пользуясь и удилищем, и фрикционным тормозом безнерационной катушки. То же самое, оказывается, можно сделать и зимой. Та катушка меньшего размера, примерно, ну, не знаю, вот настолько, наверное, меньше. И, соответственно, хват ее, ну, тут не совсем так, ну, представьте, у меня на канале, посмотрите, в прошлом году я видео выкладывал зимние и достаточно удачные с рыбалки и вообще с концепцией. То есть хват осуществляется не за рукоятку удилища, а за саму катушку, которая вполне умещается у вас в руке. Это не про эту катушку, я про эту сейчас отдельно расскажу. Просто интересно, не все ее видели. Так, корпус, форма корпуса примерно такая же, только меньше. У вас леска выходит, получается, между пальцев вы ее вообще не мешаете. Ни леске, ни работе фрикциона, потому что он здесь, и вы его никак не испортите, не собьете настройку. И не надо искать, где у вас фрикцион спереди, сзади. Вот вы настроили его, пожалуйста, все работает. Соответственно, игра осуществляется прямо за катушку. У удилища у вас находится сверху, и вы себе ничем не мешаете рыбу ловить. Баланс прямо в руку, действительно в руку. Не за рукоятку в руку, а за катушку в руку. Это очень удобно оказалось. У вас ручка, опять же, под рукой. Вы можете при вываживании, главное не забывать, потому что первая реакция для зимнего рыбака, это схватиться за леску и начать ее вытаскивать. А тут этого не надо, потому что вы можете выматывать вполне рукояткой. Другое дело, что если у вас там глубоко, у вас просто это само собой должно получиться. Но фрикцион работает, удилище амортизирует, рукоятка работает, все замечательно оказалось. Опять же, леска закрыта полностью колпаком, туда не попадает ни снег, ни лед. На мой взгляд, это один из лучших вариантов для зимних вот таких, не совсем легких весов. То есть я ловлю теми же мормышинговыми, мормышками летними, которые я паяю из пуль для пневматики. Соответственно, их обычно мне и хватает. Можно любые другие там чертики ставить, мормышки побольше размером, например. Совсем мелкие веса, пусть они там зимние будут, леску ставим тоненькую, стандартные балалайки и рыбы поменьше. А вот эту рыбу, когда активные, например, у меня оказалось вообще очень востребовано, на те же мормышки оказалось, что и зимой норовят клевать окуни полукилограммовые, а вот уже и их из лунки с лекционом, да, с работой удилища вываживать одно удовольствие. Так, увлекся. Возвращаемся к этой катушке, которую я не буду использовать таким образом, я буду использовать ее как классическую катушку. Та-дам! Берем легкую удилку, ставим сюда эту катушку. Я те тоже туда ставил, более мелкие, но у них диаметр шпули поменьше. Если вы туда намотаете леску приличного диаметра, здесь вот 0,23, например, никаких 80 метров там, ну, это может и не надо, но запас будет маловат. Соответственно, баланс идеальный, потому что катушка у вас под удилищем ставит, например, зимние всякие там эти мультипликаторы, они сверху удилища, это не очень удобно. И опять они открыто туда попадают, снег. Здесь у вас все закрыто колпаком. Я сейчас леску вытащу, это фрикцион работает. Так. Толщину колпака, посмотрите, то есть он из такого же прочного пластика выполнен, что и корпус катушки. Плюс еще снаружи металлический кожух. То есть достаточно грубое обращение он выдержит. То есть, ну, кидать совсем на лед с разбегу не надо, но падение на снег или там довольно грубо отложить, отбросить, это оно все выдержит, ничего здесь не сломается. Открытую безинерционную катушку вы угробите. Вот те самые пиньоны. Вот смотрите, как катушка работает во время нажатия триггера. Оп. Вот эта часть, видите, сдвинулась вперед, прижимает леску к внутренней части шпули, отпускаете. Соответственно, все это дело уходится под весом, например, того же балансира или вертикальной блесны. Диаметр шпули здесь вполне приемлемый. Сколько здесь получается? Приемлемый, большой, больше 40 миллиметров. То есть, это получается чуть не трехтысячник или четырехтысячник у нас по диаметру. Дальности нам не нужно. Мы же все в лунку уходим. То есть, дополнительное трение окаупак нам ничего не решает совершенно. То есть, если оно там для легких весов, для обычного спиннинга хоть как-то бы мешало. А здесь, пожалуйста, оно просто вниз уходит под весом. Соответственно, дошло до дна или до какой там хотим мы глубины, ручки поворачиваем. Вот они, пиньоны выскочили, их тут два. На маленьких их по одной штучке. Леску подхватывают и наматывать можно. Не соскакивать с рогов при рывках, подбросах и так далее. Можно спокойно любую проводку осуществлять. Тех же блесен или балансиров. Ну, любых приманок, которые вы собираетесь подобными удилищами использовать. Все очень удобно. Причем у этой модели, кроме фрикционного тормоза, есть трещотка, вот здесь вот переключатель. И стопор обратного хода, соответственно. Вот он с другой стороны. И есть еще клипсы, что очень удобно. Потому что, если вы леску упустите, и вам придется опять откручивать колпак, протягивать это все, тут вы можете просто... Вот сейчас она, видите, здесь стрэновская леска стоит, о чем бирка это свидетельствует. Она не дает проскочить в колпак. А здесь вы просто кусок оставшийся после рыбалки вот сюда цепляете, снаружи корпуса. И вот все это дело под рукой. Вам не надо там думать, куда ее девать, чтобы она не потерялась. На следующей рыбалке у вас все под рукой. На мой взгляд, один из лучших вариантов. То есть я на маленьких попробовал и решил вот оснастить уже у меня две мармышинговых получается. Одна с леской 0,12, другая с леской 0,14. Даже не леской, а флюрокарбон. Это нужна мне именно в качестве блеснивки. Вот вы можете фрикцион... Ой, не фрикцион. Трещотку отключить. Вот, пожалуйста, без нее. Я не знаю. Видимо, для доночников трещотка, потому что прямо написано бейт кликер. То есть там трещотка приманки. Приманка трещотки. Нам это не надо, можно отключать. Но можете, конечно, напугать всех в округе, что вы очередной раз кого-то тащите, да, потрещать у них над ухом. На мой взгляд, очень неплохой вариант. Интересный. Если кому там вообще тему зашла, зайдите на мой канал, посмотрите. Ну, а так зайдите в магазин и посмотрите, сколько стоит. Чуть больше 2000 рублей турбо и около 2000, по-моему, микроспин стоит. Ну, в среднем там плюс-минус. В зависимости, видимо, от курса доллара и сколько там поставщик хочет. Ну, так они, конечно, в других магазинах тоже встречаются. Именно для зимней рыбалки оказался наиболее оптимальным вариантом. Я говорю уже, тут три у меня будет в использовании. И разных производителей они встречаются, но Митчелл почему-то на российском рынке наиболее распространенные катушки. Поэтому будем пользоваться именно этими моделями. Так, ставим лайки, дизлайки, заходим в магазин, покупаем. Все, всем пока.